Ставь лайк, подписывайся на канал, если любишь свою маму. Ну а если не любишь, то можешь не ставить. Всем привет, дорогие зрители! И тот долгожданный момент, которого ждал я, ждал Коля и, возможно, многие мои зрители, настал. Мы прокачали легендарную карту до пятого уровня. Это принцесса! Принцесса пятого левела! Наконец-то! Она была в магазине. Коля задонатил нереально гемов много, чтобы её купить, чтобы её прокачать. Сейчас вы увидите отрывок, где Коля прокачивает принцессу. Ну а сегодня я хочу затестить и поиграть, блин, с пятой принцессой. Чёрт возьми, не каждый день я играю с пятыми легендарками. Также, ребят, если вы тоже хотите выбивать и фармить легендарные карты, но у вас нету ни золота, ни гемов, сайт ClashKings вам поможет. На этом сайте можно приобрести по очень доступным ценам гемы. Я сам лично пользуюсь этим сервисом, поэтому 100% гарантирую, что здесь всё честно. Также в разделе сундуков вы можете открывать кейсы, пополнять свой баланс, выводить удобным способом на ваш электронный кошелёк и, естественно, донатить в игру. И есть очень прикольный раздел мини-игры, где вы можете играть друг с другом, ставить ставки и побеждать. В общем, заходите. Ссылочку на сайт оставлю в описании. Лично пользуюсь этим сервисом и на стримах разыгрываю бесплатные промокоды. Ссылку на сайт оставлю в описании. Ну а теперь давайте вернёмся к теме принцесса пятого уровня. Я уже подготовил несколько колод, точнее я их не составлял, я просто их скопировал у топов. И сейчас попробую с ними сыграть. Также Коля очень просил поддержать его инстаграм-аккаунт. Ребята, я ссылку на инстаграм-аккаунт его оставлю в описании, потому что, ну, Коля ради видоса, вот сколько задонатил гемов, можно было постепенно фармить золото и со временем её прокачать. А так пришлось потратить, я не знаю, около 6 тысяч рублей, чтобы закупиться ей. Ну, ладно, одну карту закупиться, это громко сказано. Одну карту купить, ну и потратить 100 тысяч золота. А вы сами знаете, что 100 тысяч золота по количеству гемов обходится очень даже не дёшево. Поэтому, ребят, поддержите Колю в инстаграме и поставьте лайк на этот видос. Он очень просил, чтобы этот выпуск набрал много лайков. Подписывайтесь на канал, потому что будет ещё много разнообразного контента. Если ещё какая-то лего будет прокачиваться, я обязательно вас буду информировать и показывать им разные колоды. В общем, колода, ребят, колода будет спеллбейт, ну куда же без него. Спеллбейт теперь фул. Бревно 5 уровня, принцесса 5 уровня, гоблинская бочка 8. Это просто теперь вообще мощь. Вот такая вот дека, я её уже показывал. Вот есть колода, тоже скопировал в ТВ-Рояль. И вот колода. Вот с этой декой пытался играть, вообще не получается. Блин, ну какой-то кал, я не могу с ней играть. Сыграем сейчас спеллбейтом, потом сыграем вот с этой колодой, ну а потом сыграем вот с этой. Всё, я готов, поехали в бой. Попроверим 5-ая принцесса. Её, по-моему, не убивает 3-й уровень бревно. А 3-й уровень бревно, ну знаете, часто встречается. Уж поверьте. Ну, конечно, всё зависит от кубка. Вот в данный момент видим, да, у противника 3-й уровень легендарки. Соответственно, его бревно мою принцессу уничтожать не будет. Так, давайте посмотрим, что это. Возможно, это спеллбейт тоже. Я пока не буду тратить... Не буду тратить бревно. Так, давайте здесь рыцарь. Ага, это хок. Ну ладно, давайте здесь ледяной дух. Блин, банды гоблинов нету. Срочно банду гоблинов. Так, моя принцесса живёт ещё? Да, живёт, отлично. Но я, блин, пропустил много урона. Это, конечно, жаль. Так, я спеллбейтом вообще не умею играть, поэтому буду тупить. Давайте забрасывать гоблинскую бочку. Я знаю, что в соло гоблинскую бочку нежелательно бросать, так как он потратил зап. Соответственно, мы сейчас нанесём нормально так урона. Так, здесь мы выбросим принцессу, поставим инферно и ещё ледяного духа. Наверное, слишком жирно я... Блин, жирно слишком для одного хога, сколько карт потратить. И ледяной дух, и инферно, и принцесса. Но принцесса, на самом деле, была запланирована просто, чтобы выбросить. То есть, не для дефа. Поэтому, ничего страшного. Так, надеюсь мы... А, нет. Он дождался момента, когда принцесса сагрится на вышку. И, соответственно, его принцессу мы не надамажили. Так, ну, бревно тратить не буду. Потрачу банду гоблинов. Так, жду, пока он потратит зап. Вот, блин, на него не тратит. Ладно, тогда заходим рыцарь плюс гоблинская бочка. У меня там будет сейчас летучая мышь. А, нет. Просто, просто орда миньонов. Значит, здесь принцесса. Так, здесь у нас ледяной дух. А, в принципе, можно было и без ледяного духа. Так, нормально, пока идем хорошо. Осталось 2200 хп на его вышке. Ракета у меня максимально урня, поэтому она наносит 700 с чем-то урона. Так, тут у нас бревно, тут у нас инферно. Отлично. Так, гоблинскую бочку пока не буду забрасывать. Ракеты бы попасть по принцессе и по вышке. Но это, это слишком, это слишком сильно. Так, давайте здесь рыцарь, здесь принцесса. Так, забрасываем гоблинскую бочку. Используем бревно. Так, вот сейчас будет сложно. Потому что принцессы у меня нету. Оп, уже есть принцесса, хорошо. Инферно я не успеваю поставить, поэтому пропускаю урон. Давайте бревно использовать. Так, ну, урон пропустил, но не так уж и много. Смотрите, нам осталось там совсем немного добить, поэтому забрасываем гоблинскую бочку. Надеюсь, что немного урона нанесем. Так, отлично. Но недостаточно, чтобы... Чтобы, чтобы, чтобы снести... Снести вышку. Так, я жду орду миньонов его. Давайте здесь принцессу. Здесь бревно. Так, и по-моему, остается мне одну ракету выбросить. Да, все, победа. Блин, обожаю играть с пилбейтом. Я хочу еще одну каточку, но надо протестить еще несколько колод. Возможно, напоследок сыграю с этой декой. Пилбейт фулл, это, конечно, мощно. С этой декой теперь можно и 6200, и 6300, и даже 6400 брать. То есть, все зависит, конечно, от скила. Но у меня скилл слабенький, поэтому я далеко бы не ушел. Следующая колода. Принцесса. Пок и мини пека. Я уже эту деку показывал, поэтому поехали. Не буду объяснять, как с ней играть. Да, в принципе... Что тут объяснять? Так все понятно. Так, 12 уровень нам подбирается. Хорошо. У нас есть сразу в цикле хок. В принципе, можно сразу проатачить. Мега миньон справа. Хорошо, поехали тогда слева. Атачить. Я думаю, что это голем. Либо прямушкетера. Либо это... Хотел сказать, что это... Арбалет, но это не он. Так. Плохо, что зап. Запнул моих мышей. Это, конечно, плохо. Так, давайте здесь принцессу. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, только не это. Блин. Офигеть. Целых две тычки, да? Или одну. Блин, я охренею. Плохо. Пропустили мини пеку. Ну ладно. Будем как-то теперь стараться нанести больше урона, чтобы сравнять шансы. Так. Пошел хок. Вперед ледяной голем. У него есть зап. Что же это за колода? Мне до сих пор интересно. Ого. Слушайте, а давайте ракетой накроем это все. Если я попаду по всем трем юнитам, это просто сверхскилла. Ну, отлично. Согласитесь, ракета просто идеальная. Так, ладно. 1400 хп остается. Таран, мушкетер, мини пекан. Это гигант, может. Я не знаю. Может, может, голем. Но голем слишком странно. Потому что голем с мушкетером не использует. Это, ну, мне кажется, не очень. Ладно. Не будем гадать. Сейчас посмотрим. А возможно, три мушкетера. Там разные колоды есть. Поэтому. Стрелы. Стрелы. Зап. Показ пылов больше я не наблюдал. Так. Понеслась. Атаку. Идеальная атака. Хотя тычку хок сделает. Даже две. Так, здесь у нас ледяной дух. Плюс летучие мыши. Хорошо. Блин, сразу запнул. Короче, тут, походу, вышку я теряю. Хотя. Нет, не успел. Если бы я успел ледяного голема выбросить, я бы вышку, может быть, не потерял. Так. Ну, в принципе, там осталась одна ракета. По сути, можно больше не атаковать левую башню. Да, это гигант, ребятки. Ладно, поехали. Тогда всадник на кабане плюс ледяной дух. Кстати, мне понравилась колода моего соперника. Может быть, как-нибудь ее возьму. Так, давайте. Здесь ледяной голем. Здесь зап. Ой, зап. Я извиняюсь. Ледяной голем плюс мини пека. Да, блин, смотрите. Он просто вообще на изи... На изи меня выигрывает. Я ничего не могу сделать, серьезно. Прям вообще не могу его задефать никак. Не знаю. Как-то мне некомфортно играть против конкретной этой связки. Просто, ну блин, он выбрасывает... Капец. У него стрелы, зап и фаер. У него три с пыла. Три с пыла. Ох, блин. Опозорился я с пятой принцессой. Ну да ладно. Блин, реально мне колода понравилась моего соперника. Я попробую с ней сыграть. Значит, фаер, зап, стрелы, мега миньон, таран, мини пека, мушкетер и... И хок. Ой, и гигант. Сыграем с этой колодой на своем основном аккаунте. Так, ну и давайте напоследок вот с этой декой сыграем. И на этом буду выпуск завершать. Так. Двенадцатый уровень подбирается. Желаем удачи. Блин, конечно, стыдно проигрывать двенадцатым уровнем, когда у тебя тринадцатый фул плюс пятые леги. Это просто жесть. Это реально стыд. Стыд и срам. Так, рыцарь плюс хог. Пушка. Это колода с хогом. Так. Ну, я не знаю, выиграю его или нет. Потому что я впервые играю с этой колодой. Так. Принцессу давайте вот сюда выбросим. Так. Гоблинов, наверное, на лучниц. Потому что... Нету смысла просто на хога в соло выбрасывать. Так, у него еще и бревно есть. Хорошо. Запомнил. Так. Он потратил бревно, поэтому принцессу сейчас можно легко задефать. Ему разве что фаербол сейчас только выбросить. Я уверен, что он его сейчас не будет выбрасывать. Так. Ну, как бы задефать принцессу сейчас? Это, конечно, вопрос. Никак. Никак не задефать. Ладно. Ладно. Так. Ждем его хога. Выбросим снова принцессу. Хотя у него есть бревно. Нету смысла просто так выбрасывать принцессу. Ну, мне надо какую-то карту слеть. Орду миньонов тоже не вариант. Я жду его хога. Он сплетанул лучниц. Давайте сплетанем орду миньонов. Вот так. Интересно, фаербол потратит? Нет? Да. Тратит фаербол. Смотрите. Его бревно не убивает мою принцессу. Замечательно. Но, блин, лучница одна убила. Вот это фейл, реально. Так. Поехали. Я могу не переживать, потому что бревно не убивает принцессу. Это кайф. Так. На фаербол не хватает эликсира. А, это же еще не двойной эликсир. Думаю, что так долго копится эликсир. Давайте принцессу ставим смело. Потому что он только фаерболами может уничтожить. Ну, я имею в виду с пылами. Естественно, юнитами тоже. Но бревно не уничтожает. Это круто. Так. Отличная игра. Я не соглашусь, потому что, блин, с моей прокачкой я играю очень плохо. Так. Давайте фаербол на лучницу. Так. Отлично. Эх, блин. Все равно забрал принцессу. Все равно забрал принцессу. Так. Здесь у нас рыцарь. Здесь у нас пушечка. Орда миньонов. Фаербол летит на рыцаря. Поэтому миньонов он не уничтожает сейчас. Блин. Я не понимаю. Как я играю? Что я делаю не так? Почему я не могу пропушить его? Вот реально не понимаю. Давайте здесь принцессу. Пушку. Рыцарь. Так. Надеюсь, хок даже тычки не сделает. Я не могу продолжить контратаку, потому что у меня юниты идут не на ту сторону. Так. Сейчас фаербол на пушку. Давай. Отлично. Выбрасываем фаер. Ну, сейчас должен, должен проход быть. И получается. Да. Сейчас нормально все. Так. Здесь у нас гоблины. Отлично. Так. Здесь у нас принцесса. Так. Теперь. Бревно вот сюда выбрасываем. Рыцарь сюда. Пушка сюда. Отлично. Здесь у нас банда гоблинов. И сейчас мне надо выбросить хога плюс фаербол на пушку. Поехали. Хог плюс фаербол. Ах, он пушку поставил немного, немного дальше от вышки. Поэтому я не достаю фаером. Не достаю. Да. Сейчас бы проигрывать с такой прокачкой. Ну, блин. Что поделать, если я рак. Хотя у меня еще шанс есть. Смотрите. 20 секунд. Последний заход. Ставит пушку. Давайте фаербол. Но нет. Нет. Не могу я добить. Не могу никак. Потому что он оттащит меня справа. Я его оттащу слева. Поэтому, блин. У меня не получается перейти в контратаку. То есть, я трачу на деф справа юнитов, которые, ну, желательно лучше переходить с ними же в контратаку. Но у меня не получается, так как я, блин, дамажу уже левую башню. Надо было, наверное, менять сторону. Ладно. Давайте еще раз с пеллбайтом сыграем. Ну, не умею я с этими картами, с этой колодой. Что поделать. Играл бы со своей мейн-декой. Естественно, чувствовал бы себя уверенно. Сейчас я себя не чувствую уверенно. Потому что, блин, неправильно пользуюсь, наверное, принцессой. Или вообще колодой. Так. Ну, вот с пеллбайтом тут, конечно, попроще немного. Тут сыграет любой чайник, мне кажется, со спеллбайтом. Ну, естественно, все зависит от вашего соперника. Давайте ракету выбросим. Чего он так подставляется? Выбрасываем ракету. Так. Здесь выбросим принцессу. Банду гоблинов. Так. Найс. Фаербол. Ну, Фаербол точно будет убивать принцессу. Вот. Ну, мне что-то такое почувствие, что у противника тоже есть и бревно. То оно не будет убивать мою принцессу. Давайте проверим, что у него. Зап, бревно, либо стрелы. Так. Ну, это, мне кажется, мортира плюс спеллбайт. Да. Скорее всего. Очень похоже. Очень. Так. Используем бревно. Используем бревно. Так. Ну, если это мортира, то надо сразу думать, что я буду делать, когда он поставит мортиру. Так. У меня есть рыцарь. В принципе, отвлечь могу ее таргет. Следующая карта принцесса. Вот. Давайте выбрасываем рыцаря. Так. Давайте ставим инферно. Ой. Руки мне бы поотрывать за такую инферно. Ну, извините, ребят. Извините. Я реально рак. Я этого не отрицаю. Блин. Просто, если бы я немножко поиграл с этой колодой, привык бы и знал бы, где ставить на какую клеточку деф, то, естественно, я бы таких ошибок не допускал. А так. Я редко играю с инферно. Я редко играю вообще с спеллбейтом и этой колодой, в частности. Поэтому такие вот ошибки допускаю. Ну, ладно. Я надеюсь, что все равно я не проиграю. Мы ему сколько там? Ну, в принципе, еще много урона надо нанести, чтобы забрасывать ракетами. Так. Летучие мыши сейчас заберут гоблинскую бочку, но все равно урон получит. Получит он урон свой. Так. Сейчас бы идеальный игрок бы задефал бы принцессу. Ну, а я, как видим, туплю. Так. Тут нет смысла использовать сейчас инферно. Мы и так задефаем хога. Отлично. Блин, вот прокачка, конечно, да, решает. Жаль, не хватает немножко здесь запа мне. Вот запнул бы сейчас, когда летучие мыши на гоблинскую бочку на деф идут. Вообще было бы идеально. Так. Так, давайте здесь принцессу быстренько. Ой, принцессу. Банду гоблинов. И здесь бревно. Так. Осталось 1200 здоровья. Ну, слушайте, это две ракеты. Ну, давайте попробуем все равно забирать уже с последних сил последними атаками. И забрасываем ракету. Ох, смотрю я на свою игру с паилбейтом. Я ни разу не видел, чтобы против меня противник вот так играл, как я играю сейчас со спаилбейтом. Серьезно. Да. Я, конечно, очень слабый игрок. Но прокачка меня вытащила. Безусловно. Все, давайте добиваем. Надеюсь, он не будет дефать, потому что там и так понятно, что я выиграю. Все, победа. Надо было весь выпуск играть со спаилбейтом, и не было бы никаких поражений. Но я хотел протестить разные колоды. Вот. Ну, в общем, 4900 осталось. Ребят, ну, с вас лайк обязательно, потому что принцесса пятого уровня. Мы долго ее копили, и у нас этот ролик был запланирован с Колей очень давно. Жаль, конечно, что Коля ушел из рояля, и мы не можем записать какие-то онлайн-каточки вместе с ним. Потому что он бы продемонстрировал лучше атаки, чем я. Но все же я затестил. Блин, это круто. И, возможно, еще несколько колод сниму, и еще не одно видео. Потому что пятая принцесса, это... Да вообще, любая пятая лего. Кстати, мне очень интересно, какую бы вы хотели легендарку пятого уровня иметь у себя в коллекции. Напишите в комментах, мне будет интересно почитать. И, в общем, любая лего пятого уровня, естественно, это имба. Все, ребят, на этом буду я с вами прощаться. Спасибо всем за просмотр. Ждите новые выпуски. Желаю вам удачи, хорошего вам всем настроения. До новых встреч. Ну и всем, ребята, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok